Доброе утро, дорогие друзья! Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о тех выставках, которые доступны для жителей и гостей Гомеля, а также познакомлю с другой интересной информацией. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ветер северо-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Начнем выпуск с информации об экспозициях, которые будут интересны любителям фотографии. Гомельчане могут познакомиться с творчеством фотографа Олега Белоусова. Экспозиция под названием «Самосовершенство» открыта в Музее истории города Гомеля. Она посвящена женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. В картинной галерее Гаврила Ващенко гомельчане могут увидеть снимки, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский. Он много путешествует по миру. И результаты своих фототуров представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которые он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Музей истории, печати и фотографии Гомельчане открывает посетителям Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор – фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке, и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в атмосферу современной Молдовы можно до 29 августа. Вечером 20 августа в музыкальной гостиной пианистки Татьяны Старченко можно будет услышать фортепианную музыку известных композиторов. Она окунет слушателей в мир тонких чувств и переживаний. Фортепианные произведения передадут самые разные оттенки жизни в странах, где творили Бах, Шопен, Моцарт и Шуберт. Концерт пройдет в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей 20 августа. Начало в 19.00. Завтра вечером смотрите в нашем эфире фильм «Большая свадьба». Это история о современной семье, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться для них полным крахом. К удивлению детей, их давно разведенные родители вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына. Это нужно для комфорта его консервативной биологической матери, которая неожиданно решила пролететь через полмира, чтобы принять участие в свадьбе. Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» завтра в 20.25. Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную акцию «Соберем детей в школу». Оказать свою помощь в рамках кампании может каждый желающий. Для этого понадобится обратиться в областную, районную или городскую организацию белорусского Красного Креста или к волонтерам в торговых центрах. Школьные наборы сформируют для детей из семей с низким уровнем дохода. Продлится акция до 14 сентября. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. Не переключайтесь. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей и каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, в суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры, касаемые раздела совместно нажитого имущества, должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение трех лет, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права, при этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь о соглашении разделе совместно нажитого имущества, соглашении о диетах, соглашении об оплате алиментов, может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо неудлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов. И здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязка идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. Она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей, 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов, либо в соглашении о детях. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомичан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов досуга. Добрый день, я Дмитрий Трусов, я представитель общественного движения «Велогомель». Я занимаюсь развитием велосипедного движения и велотуризма в том числе. Приблизительно с студенческого возраста я начал этим интересоваться, более старшее поколение рассказало про велотуризм. И с этого момента, можно сказать, началась такая активная жизнь, когда не представляешь свою жизнь уже без велопоходов или похода выходного дня. Полезно, потому что, во-первых, это здоровье. Вы не сидите в машине, не едете в поезде, вы постоянно нагружаете свой организм удобной для вас нагрузкой. Вы выбираете тот маршрут, который вам интересен. Он может быть красив, интересен, безопасен. Есть различные группы в ВКонтакте, например, в Фейсбуке, где люди компонуются по своим интересам. Это может быть группа «Велогомель» наша, это может быть группы БФСО, это походы, они могут быть водные, пешие, велосипедные. То есть люди, опять же, ищут таких же людей, идейных, интересных по своим интересам. Хотелось бы пожелать всем гомельчанам и гостям города, чтобы вы просто больше путешествовали, больше узнавали свою родную страну, ну и опять же, ездили за пределами нашей страны. Это очень интересно, очень классно. Узнавайте новые места, узнавайте новых людей и ведите здоровый образ жизни. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Сегодня пятница, а это значит, что впереди у многих выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова